Банки могут выбросить дешевые квартиры на рынок жилья. Откуда они возьмутся и в чем подвох? Кого сегодня зовут на работу и кому больше всех платят? И работникам с низкой зарплатой могут простить подоходный налог. Чем это чревато? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Скоро каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья может оказаться квартирой должника, который не смог выплатить ипотеку. И банк ее у него забрал за долги. Такую нерадостную перспективу на ближайшие два года обрисовал коммерсант со ссылкой на экспертов. Впрочем, рынку вторичного жилья это обещает некое оживление. Эти 10% проблемных квартир снова выставят на продажу и, скорее всего, они будут дешевле процентов на 20-30. Но зато с секретиком в виде прописанных там прежних хозяев-должников, выселять которых через суд придется новому хозяину. Решаются такие вопросы не быстро. Суд может учесть, что должник находится в тяжелом материальном положении, что с детьми ему просто некуда идти и дать ему отсрочку на поезд жилья. Отдельная история. Кто будет оплачивать счета ЖКХ? А в них есть строчки, которые напрямую зависят от количества прописанных. Например, вывоз мусора. В общем, экономия для нового хозяина сомнительная. Покупать квартиру, где люди до сих пор прописаны и проживают, ну, категорически нет. Потому что это потом большие проблемы, не только юридические, но еще и моральные, физические. Брать можно, но только с очень грамотным профессиональным риэлтором. Их так много не будет. Это не такое, можно сказать, отдельное предложение. То есть не будет большого количества прямо в голову. Каждый третий татарстанец, который с начала этого года встал на учет как безработный, нашел работу. Это данные Минтруда Республики. Если у россиян в среднем на поиски новой работы уходит 7-9 месяцев, то татарстанцев 4,5 месяца. На одного официального безработного в Республике сейчас приходится 3 предложения о трубоустройстве. В этом году в Татарстане прошли уже 59 ярмарок вакансий, 40 тысяч мест предложили работодатели. Наш регион, он продвинутый. У нас много интересных проектов в Татарстане. Очень много инвестиционных проектов. Поэтому вакансии есть. Люди понимают, как выстраивать поиск работы. Если говорить о молодежи, выпускниках вузов и средних профессиональных учебных заведений с образованием, но без опыта работы, а по данным Минтруда страны, в России 34% безработных приходится именно на них, быстрее всего молодые специалисты находят работу в авиации, в медицине и в популярной сегодня сфере информационной безопасности. А больше всего на сегодня платят молодому сварщику дуговой сварки, инженеру мехатронику в автомобилестроении. Зарплаты у них от 100 тысяч начинаются. При средней официальной зарплате в Татарстане в 34 тысячи 407 рублей. А тех, у кого заработок чуть меньше мрот, минимальные зарплаты власти страны могут поддержать материально, сообщают из Вести и ссылаются на информацию из аппарата российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предлагается тех граждан, у которых доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, освободить от налога на доходы. Попасть под эту щедрость имеют шансы те, чья зарплата меньше 13 тысяч рублей. Например, 12 тысяч 800 рублей зарплата, минус 13 процентов подоходного налога, это будет 11 тысяч 136 рублей работнику на руки. А минималка в стране 11 тысяч 280. Так вот, таким гражданам могут налог на доходы простить. Сегодня, по данным Росстата, в стране примерно 11 миллионов человек с зарплатой меньше 13 тысяч рублей. Но эксперты не исключают, что их внезапно может стать больше, если работодатели предпочтуют платить меньше в белую и больше в конверт. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.